МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, программа напоминания. Программа позволяет выдавать напоминания при наступлении определенного дня, либо в тот момент, когда вы приблизились к какому-либо месту, например, дому или офису, или покидаете его. Напоминания, созданные на iPhone, используя функцию iCloud, переносятся на все ваши устройства. Итак, заходим в программу напоминания. Первый запуск. Что мы видим? Мы видим, как и всегда, одну кнопочку плюсик. Значит, это для добавления какого-либо напоминания. Дальше мы видим список, здесь отображаются все наши напоминания. Либо по дате. Здесь, естественно, выбрав кнопочку сегодня, вы можете просмотреть. Так, начнем с самого начала. Значит, список напоминаний. Значит, здесь у нас будут напоминания, которые мы завершили, то есть, которые мы уже выполнили. И напоминания, которые нам нужно, которые нам предстоят сделать. Значит, вы можете разделить список напоминаний на более удобные для вас. Значит, например, нажимаем «Править», выбираем напоминания и изменяем их на «Рабочие». Это будут рабочие напоминания. Дальше у нас будут личные напоминания. И у нас будут еще, у нас еще будут, например, прочие напоминания. Готово. Так, значит, между ними, вернее, их можно менять местами. То есть, зажав список, вы можете поменять местами. И, естественно, удалить. То есть, нажать на минус и удалить. Так, мы закончили, нажимаем «Готово». Итак, у нас идут списки напоминаний. Рабочие, личные, прочие. Также можно их перемещать, значит, с махиванием слева направо. Либо наоборот. То есть, вы себе можете здесь просматривать. Обратите внимание, да, здесь внизу, что такие вот кружочки. Надо показывать, сколько страниц у вас всего есть. Итак, давайте остановимся на рабочих. И добавляем напоминания. Итак, нам надо сдать отчет. О, спасибо, сдать отчет. Значит, для того, чтобы зафиксировать напоминания, вы нажимаете просто «Готово». Все, напоминания у вас готовы. Теперь нам нужно добавить время. Открываем, выбираем напоминания. Включаем «В день» и выбираем. Значит, нам надо на воскресенье или на понедельник. Давайте на 2 часа дня. Нажали «Готово». Теперь «Повтор». Ну, я думаю, что каждый день вам не нужно, либо каждую неделю. Хотя, может быть, каждый месяц вам надо отчет. Но это уже не суть. Вы себе выбираете сами. Так, и конец. То есть, когда вы должны закончить. То есть, у вас напоминание может висеть там в течение нескольких дней. Значит, это если вы хотите, вы себе можете выбрать. Нажимаем «Отмена». «Показать еще». Так, «Приоритет». То есть, это более высокие, более важные. То есть, например, «Сдать отчет» – это очень важно. Вот вы себе можете выставить. Это чисто для вас. И если вы перепутали, да, там вы хотите не в рабочие добавить, а в личные, то вы можете здесь это изменить. И, к примеру, заметка. Значит, здесь вы просто добавляете информацию к уже существующему напоминанию. Ну, например, значит, «Сдать отчет», касающийся чего-то там. Да, то есть, вы себе уже выбираете. Ну, для того, чтобы просто, возможно, у вас там куча отчетов, да, и вы просто хотите какой-то уточнить. Так, и нажали «Готово». Все, теперь у вас создано напоминание. Значит, «На послезавтра». И, как бы, она в рабочем, так сказать, рабочем списке. Да, обратите внимание, их нигде больше нет. Итак, как отредактировать? Вы просто нажимаете на него, да, и попадаете опять в эту информацию. Изменить имя, изменить время и так далее. Как его удалить? Нажали на него и нажимаете «Удалить». Значит, если вы, там у вас остается приблизительно, по-моему, день до исполнения напоминания, оно отображается вот здесь, в системе уведомлений. Значит, если вы его просрочили и не выполнили, оно еще в течение суток или двое будет еще висеть у вас в напоминаниях, в системе уведомлений. Значит, зайдя в напоминание, после того, как вы выполнили, после того, как оно прозвучало и вы выполнили, вы нажимаете галочку, и оно попадает в завершенное. После чего в рабочих оно… Сейчас, секундочку. Итак, это занимает какое-то время. Давайте так, перейдем «Завершено», «Рабочие». Так, почему-то она в рабочих не пропадает. А если мы нажмем «Удалить», то в завершенных она есть. Но, на самом деле, скорее всего, это глюк в данном случае, потому что у меня iPhone взломан, потому что напоминания работают, на самом деле, отлично. Я постоянно пользуюсь… Вот видите, я сейчас убрал галочку, да, то есть я его вернул обратно в списки. Оно появилось. Теперь я опять нажимаю. Оно у меня завершено, а в рабочих нет. О, теперь она почему-то нормально сработала. Но, на самом деле, это именно потому, что у меня iPhone джельнутый, да, то есть взломан. Вот, потому что у меня на iPad и на iPhone всегда она работает отлично. Итак, после того, как оно попадает в «Завершено», вы его уже не видите, вот, но потом вы можете просмотреть весь список ваших завершенных дел. Если вы хотите его вернуть, да, естественно, вы просто убираете галочку, и оно отображается. Значит, вы здесь можете изменить дату, и можете… Ну, то есть это уже на ваше усмотрение, либо просто удалить, чтобы оно вам не мешало. Теперь, как настроить звонок на напоминание. Вы переходите в «Настройки», «Звуки». Здесь у нас есть наше напоминание. И вы выбираете тот рингтон, который вы хотите для звучания, для ваших, естественно, напоминаний. Также вы можете настроить, так сказать, стандартный список напоминаний. То есть, если вы, к примеру, зашли в «Напоминание», вот, и захотели просто добавить какой-то из них, вот, если у вас, например, их два, то для этого вы выходите в «Настройки», выбираете почта, адреса, календари, далее выбираете «Напоминания», вот, и выбираете «Стандартные». Здесь у вас, к примеру, все стандартные напоминания будут в «Рабочих», вот, либо «Личные». То есть, это вы уже смотрите. Когда в нескольких списках у вас разные напоминания, то, естественно, это все можно просматривать. Значит, самая главная функция напоминаний... А, давайте еще поговорим о дате, да, то есть, если вы хотите просмотреть по датам, что у вас и как у вас есть, да, вы можете просто нажать «Дата», не «Список», а «Дата». Вот, и выбрать ту дату, которую вы хотите. То есть, вправо-влево, и, естественно, перейти на сегодня. Просмотреть можно весь, даже, календарь. Готово. То есть, это в дате находится. Так, теперь, значит, самая главная функция, которая поддерживает функцию геолокации. Значит, нажимаете «Напоминание», давайте перейдем в «Личные». Значит, вы хотите, к примеру, забрать с дачи, значит, или с офиса, к примеру. Ну, в данном случае, давайте я возьму пример себя. «Я забыл в офисе iPad». Значит, я пишу «Забрать iPad». Готово. Перехожу сюда. «Напоминание по месту». Программа «Напоминание» хочет использовать ваше месторасположение. Да, не вопрос. Значит, когда я, ну, представим, что я сейчас дома, да, то есть, я выбираю, куда я хочу, как это сказать, ну, какой адрес я хочу использовать. Значит, я выбираю вот текущая позиция. Так, и он мне определяет сейчас, где я нахожусь, либо мой адрес. Мой адрес, он как раз вытягивает с, если помните, мы сейчас добавляли, вот, мои данные. Значит, он отсюда вытягивает данные, тут адрес, который у меня есть. Значит, я хочу, да, когда, вот, мой адрес, когда я буду в офисе и нажимаю по прибытию. После чего нажал и готово. То есть, это если я сейчас, к примеру, хочу, это если я сейчас нахожусь дома, я хочу быть в офисе и забрать свой iPad. И теперь, когда у нас появляется, естественно, сразу, видите, иконочка геолокации. Теперь, когда я приду в офис, он мне выскочит, выскочит на напоминание о том, что мне нужно забрать iPad. То есть, если я пришел в офис просто по своим делам. Второй пример, давайте удалим, добавляем, значит, мне надо на даче забрать, там, не знаю, грабли. Вот, я выбираю грабли и нажимаю напомнить по месту. Вот, по прибытию и выбираю адрес. Значит, адрес я могу, естественно, выбрать с контактов, да, когда у меня будет несколько адресов, я выбираю контакт, а он мне предлагает какой адрес. То есть, там, дача или офис, все что угодно. Выбрал дачу, нажал ОК. Теперь, когда я буду на даче, вот, у меня выскочит напоминание. Дальше, и самое последнее, это по убытию. Значит, например, когда я выйду с офиса, мне нужно будет купить, ну, давайте так, мне нужно будет домой купить хлеб. Ну, самое элементарное. Готово. Теперь, когда по месту, убытию, так, и, да, текущее место расположения у меня подходит. Теперь, когда я выйду с офиса, у меня выскочит напоминание о том, что мне нужно купить домой хлеб. Значит, функция доступна только на айфоне 4s и на айфоне 4. Ну, я думаю, что, естественно, на пятом она будет тоже доступна. Поддержка айфона 3G, 3GS, естественно, нет. Как ни прискорбно это не звучало. Значит, напоминание может срабатывать с задержкой. В зависимости от того, какой модель вы используете айфона, а также заблокирован он у вас или разблокирован. То есть, в этот момент работаете вы или нет. И вы можете найти все ваши напоминания, то есть, выбрать список, искать напоминание. Но напоминание вы можете найти только по имени. То есть, например, хлеб. То есть, по тому, что вы задаете в, грубо говоря, заголовке. По тексту вы найти не сможете. Эк Pues альфон! Потт 코. и повредить ламп, не ㅎㅎ я не processors. К�27- achievement. По тексту вы можете найти 어떤 выбор? Продолжение следует...